Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. Этот ролик завершает тему, начатую в двух предыдущих роликах. О том, каким образом небольшой зазор в замкнутом магнитопроводе может в разы уменьшить индуктивность намотанной на этот магнитопровод катушки. В предыдущих роликах мы уже просмотрели сначала эксперименты, потом вывод формул, которые показывают уменьшение этой индуктивности, то, как эти формулы в электротехнике превращаются в понятие магнитного сопротивления. Ну, а теперь нам осталось поговорить о том, каким образом мы можем объяснить это явление, практически не используя никаких формул. Ну и так, мы рассмотрим такой тороидальный сердечник из сферы магнитного материала с магнитной проницаемостью μ. И охватим его катушкой, которая делает вокруг него N витков. Пропустим по ней ток И. Ну и таким образом, полный ток, который проходит через этот тороид, он равен НИ. Теперь, этот ток создает в сердечнике магнитное поле В. И мы можем промоделировать его таким образом, считая, что никакого сфером магнитного материала внутри нет, но зато есть поверхностные токи на магничение, и распределенные равномерно по всему сердечнику. И суммарная сила всех этих поверхностных токов на магничение в μ раз больше, чем ток МИ. Ну, точнее, в μ-1 раз больше. Но поскольку μ это очень большое число в нашем случае, то этой единичкой мы можем пренебречь. А теперь мы начнем моделировать зазор, для которого уже было оставлено место. И с этой целью мы намотаем сюда равномерно вспомогательную катушечку, по которой будем пропускать ток, такой, который будет создавать магнитное поле, противонаправленное полю основной катушки. Ну, и будем добиваться того, чтобы вот ток суммарный, который здесь пронзает тороид, я его обозначу буквой Ж, он сравнялся с, соответственно, током на магничение, опять же, в этой полосочке. Они будут противонаправлены, ну, соответственно, их сумма станет равной нулю, и фактически это и будет означать, что как бы вот все равно, что здесь никакого материала ферромагнетика не было. Никакого охватывающего тока вообще нет. Но тут есть одна важная тонкость. Мы как бы сравнивать будем этот ток не с вот с исходными токами на магничение, а с теми, которые получатся в результате этой операции. Посмотрите, мы вот этот ток от нуля постепенно увеличиваем, поэтому вот такая величина полного этого внешнего тока, он у нас сначала был НИ, а мы из него такое живо читаем, она уменьшается. Ну, и, соответственно, магнитное поле в этом сердечнике тоже уменьшается. Раз уменьшается магнитное поле, то уменьшаются и токи на магничение. И надо прийти нам к такой точке, когда вот эти уменьшающиеся токи на магничение, ну, полный ток на магничение в этой полосочке, сравняется с полным охватывающим током ЖИ. В этот момент они друг друга скомпенсируют, и это все равно, что здесь возник зазор ферромагнетики. Ну, а теперь для закрепления мы рассмотрим такую специальную ситуацию, когда зазор в точности равен L делить на μ. Ну, здесь мы различия между μ и μ без единицы пренебрегаем, как уже было сказано в начале, поскольку μ это весьма большое число. Вот, ну, в этой ситуации, смотрите, значит, здесь у меня протекал ток МИ, полный ток на магничивание был в μ раз больше, а, соответственно, поскольку эта полосочка составляет одну мютую от полного вот этого охвата, то, соответственно, ток на магничение в этой полосочке сейчас тоже равен НИ. Пока что мы в катушке еще никакого тока не включали. А теперь мы начинаем увеличивать ток в катушке. И посмотрите, когда он составит половину от НИ, НИ пополам сюда напишем, когда он составит половину, у нас охватывающий внешний ток, это будет НИ минус НИ пополам, то есть тоже НИ пополам. Ну, соответственно, магнитное поле уменьшится теперь в два раза. Раз магнитное поле уменьшится в два раза, то и ток на магничивание уменьшится в два раза везде. И в частности, вот этот охватывающий ток на магничивание тоже уменьшится в два раза, станет равным НИ пополам. У нас ток в катушке охватывающий и ток на магничивание, они сравняются между собой. Ну, и это опять-таки означает, что мы в модели нашей получим ситуацию зазора. Ну, и таким образом мы узнали, что при таком дельта у нас магнитное поле в сердечнике, ну, и соответственно, индуктивность уменьшается в два раза. Ну, а теперь я хочу сказать несколько слов в заключении. Во-первых, вот теперь, после предыдущего ролика и этого, мы имеем несколько разных картинок для одного и того же явления. И через уравнение электродинамики, и через такую удобную в работе концепцию магнитного сопротивления, ну, и сегодняшнее объяснение с моделью дополнительной катушечки. Ну, и не знаю, как вам, а лично мне, наличие нескольких разных картин, оно как бы делает общую картину, ну, как сказать, многомерной, и понимание, во всяком случае, мое за счет этой многомерности картины сильно приросло. Вот. Второе, что я хочу сказать, это то, что я рассказывал сегодня, ну, было, между прочим, предложено в том числе и одним из подписчиков нашего канала, Михаилом Поволодским, что, на наш взгляд, свидетельствует о его весьма высокой квалификации. Ну, и еще, что я хочу сказать. У нас уже был когда-то ролик под названием «Магнитостерикция», и там мы в конце задавали некий вопрос, на который мы тогда сами толком не умели отвечать, и, как мне кажется, и никто из подписчиков на него не ответил. Но вот, думаю, что после этой серии роликов на тот вопрос мы все уже способны ответить. Так что я вам настоятельно рекомендую этот ролик «Магнитостерикцию» пересмотреть, ну, и попробовать ответить на тот вопрос, который в конце его задан. А сейчас спасибо вам всем большое, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok